Библейский портал экзегет.ру представляет Вторая глава книги пророка Варуха, я читаю синодальный перевод для библейского портала экзегет. В первой главе, как мы видели, описывается, что это, собственно, за книга. Пророк Варух, такой секретарь Иеремии, и в Вавилоне записывается ответ на пророчество не только Иеремии, но и многие другие пророчества. Там было слово Господне, которое он обращает к народу. Здесь, скорее, слово народа, которым люди отвечают Господу. И в первой главе это слово начинается, говорится о том, что иудейский народ, он не исполнял закона Моисеева, не исполнял своих обязательств перед Богом, и, как и был он предупрежден еще при исходе из Египта, получил, соответственно, возмездие. Вот плен, разрушение и все прочее. И исполнил Господь слово свое, которое назерек против нас и против судей наших, судивших Израиля. То есть еще период судей, да, вот тех, кого мы бы, скорее всего, не назвали вождями. И против царей наших, и против князей наших, и против всякого израильтянина и иудея, что он наведет на нас великие бедствия, каких не бывало под всем небом, как сделал он в Иерусалиме, по написанному в законе Моисеевым. И что мы будем есть один плоть сына своего, а другой плоть дочери своей. Ну, да, вот описание бедствия и осады, и это подтверждение того, что было обещано еще при исходе. И он отдал их в подданство всем царствам, которые вокруг нас, на поругание и опустошение всем окрестным народом, между которыми рассеял их Господь. И мы оказались внизу, а не наверху, потому что мы согрешили пред Господом Богом нашим, не слушая глазу Его. Дальше, в общем, повторение этих мыслей, иногда даже буквальные повторения. У Господа Бога нашего правда, а у нас и отцов наших стыд на лицах, как сегодня. Это уже было таким рефреном звучит, то есть гордиться особо нечем, да, вот национальной гордости здесь нету и в помине. «Все те бедствия, какие Господь изрек на нас, постигли нас. Мы не молились пред лицом Господа, чтобы Он отвратил каждого от помышлений злого сердца Его. И Господь наблюдал над всеми бедствиями, и навел их Господь на нас, ибо Господь проведен во всем, что заповедал нам. Но мы не слушали глаза Его, чтобы ходить в повелениях Господних, которые Он дал пред лицом нашим». Ну, это повторение, наверное, пересказывать еще раз смысла большого нету. Ну, а вывод какой? «И ныне, Господи, Божий Израилев, Ты, который вывел народ Твою с земли египетской рукою крепкую, и знаменями, и чудесами, и силую великую, и мышцу высокую», такие антропоморфизмы, да, то есть вот «могучий богатырь», «и сотворил себе имя, как сегодня, согрешили мы, поступали нечестиво, неправедно против всех уставов Твоих, Господи Боже наш». «Да отвратится от нас ярость Твоя, ибо мало осталось нас среди народов, между которыми Ты рассеял нас. Услышь, Господи, молитву нашу и прошение наше, избавь нас ради Тебя, и дай нам милость пред лицом тех, которые переселили нас, дабы вся земля опознала, что Ты, Господь, Бог наш, так как имя Твое наречено на Израиле и роде Его». То есть да, мы виновны, и мы просим о Твоей милости, но по одной простой причине. На нас наречено Твое имя, то есть наше унижение – это в каком-то смысле унижение Твое, Господи, поэтому избавь нас от него. «Призри, Господи, от Святого Дома Твоего, и вспомни о нас, и преклони, Господи, ухо Твое и услышь. Открой очи Твои и посмотри, потому что не мертвые в аде, которых дух взят из внутренности их, воздадут славу и хвалу Господу. Но человек, скорбящий о великости бедствия, который ходит поникшие и унылые, глаза потусклые и душа алчущая, воздадут славу и правду Тебе, Господи. Не мертвые прославят тебя, а живые, поэтому оставь нас в живых». Хороший принцип. Вот подавляющее большинство людей хочет жить. «Я очень хочу». А почему? Ну, много всякого приятного есть в жизни. Не хочется с этим расставаться. Они говорят, мы хотим жить, чтобы тебя прославить. Вот если человек хочет больше всего на свете прославить Господа и для этого живет, то у него есть повод просить Бога об умножении лет, а не для того, чтобы было больше, не знаю, здоровья, веселья, радости, детей, внуков, правнуков, денег, удовольствия и всего прочего. «Непоправдаем отцов наших и царей наших мы повергаем моление себе пред лицом твоим, Господи Божий наш». Как непатриотично. Как это? Наши предки великие, они же всех победили, все они правильно сделали, и мы гордимся им. Ничего подобного. Наши предки все делали плохо, и мы не лучше их. Но ты, Господи, велик. Ибо на нас ты послал ярость твою и гнев твой, как говорил ты через рабов твоих пророков. Опять-таки непатриотично. Это не враги на нас напали, потому что враги плохие, а мы хорошие. А это, Господь, ты нас наказываешь. Так сказал Господь. Склоните плечи ваши, чтобы работать царю Вавилонскому, и будете жить на земле, которую я дал отцам вашим. А если не послушаете глаз Господа, чтобы служить царю Вавилонскому, это, между прочим, многие пророки говорили, Иеремия в первую очередь, да, то есть давайте вы не будете упорно бороться с силой, которая намного вас превосходит. Давайте вы поймете, что не в том дело, что вы независимы, или вас Вавилон поработил, а дело в том, вы исполняете мою волю или нет. Поэтому поработил Вавилон, ну, живите под Вавилоном, только вы ему исполняете. А если не послушаете глаз Господа, чтобы служить царю Вавилонскому, а сделаю то, что исчезнет в городах иудейских и окрестностях Иерусалима, голос веселья и голос радости, голос жениха и голос невесты, и не будет на всей этой земле следа обитающих. То есть все, опустошение, погибель полная. Но мы не послушались глазу твоего, чтобы служить царю Вавилонскому, и ты исполнил слова твои, которые говорил через рабов твоих пророков. Смотрите, а мы, скажем, коллаборационисты, вот кто должен был бы служить царю Вавилонскому, а мы-то патриоты, мы боремся против угнетателей. Все наоборот. Мы не стали служить царю Вавилонскому, мы плохо себя повели, потому что ты, Господи, нас это заставлял делать, а мы отказывались. Удивительно. И ты исполнил слова твои, которые говорил через рабов твоих пророков. Ни вавилоне, ни гады сволочи нас поработили, а ты, Господи, исполнил свои слова, ну и они нас в результате поработили. Что вынесены будут кости царей наших и кости отцов наших из места своего. И вот они выброшены на дневной зной и ночной холод. А умерли они от злых болезней, от голода, от мечей изгнания. Ты оставил дом, на котором наречено имя твое, как сегодня, за нечистие дома Израилевы и дома Иудина. То есть не только живые изгнаны, но и мертвые кости выброшены. И главное, что Бога нету в его доме, в его жилище, только потому он мог быть разрушен. Если что-то разрушено, я не знаю, там, империя какая-нибудь, государство ли, святилище ли, не в том ли дело, что они Богу стали неугодны. А Богу они стали неугодны не по той или причине, что люди, которые это почитали ценным, не исполняли его воли. Вот тогда уже это понимали, две с половиной, даже больше, две с половиной тысячи, даже больше лет назад. «И ты, Господи Божий наш, поступил с нами по всему снисхождению Твоему и по всему великому милосердию Твоему», то есть еще мягко, да, «как сказал ты через раба твоего Моисея в тот день, в который ты повелел ему написать закон твой пред сынами Израиля, говоря, цитаты, «если вы не послушаете глаза моего, то это великое множество народа обратится в малое среди народов, между которыми я рассею их». То, что произошло. «Я знаю, что они не послушают меня, ибо они народ упрямый, но они обратятся к сердцу своему для переселения своего и познают, что я Господь Бог их». То есть все эти бедствия тоже не просто наказание, ну, наказание, знаете, как такой способ отомстить, отлупить как следует. Нет, это способ перевоспитать, показать последствия своих поступков. «И познают, что я Господь Бог их. Я дам им сердце, и уразумеет, и уши услышит». То есть и это от Бога. Способность понимать. «Ну, я дам им». Вот что они сделают с этим пониманием, уже большой вопрос. «И будут прославлять меня на земле переселения своего, и вспоминать имя мое, и отвратятся от упорства своего и от злых дел своих, ибо вспомнят путь отцов своих, согрешивших пред Господом». Так, а что делать? Начинать партизанскую войну диверсии против Вавилонин? Нет. Начинать готовить войско, чтобы сразиться с ними в открытом бою? Нет. А начинать, я не знаю, проклинать Вавилонина, искать союзника, каких-нибудь там египтян, чтобы они помогли нам с ними справиться? Тоже нет. «И отвратятся от упорства своего и от злых дел своих, ибо вспомнят путь отцов своих, согрешивших пред Господом». Вот она, солидарность с отцами. Они каются в грехах отцов, потому что в них каются могли только они, пока были живы, но не продолжать их злого пути, а осознать, что это было зло. «И я возвращу их в землю, в которую склятво обещал отцам их Аврааму, Исааку и Акову, и они будут владеть ее, и умножу их, и не уменьшатся. Я поставлю с ними вечный завет в том, что я буду их Богом, а они будут моим народом, и более не изгоню моего народа Израиля из земли, которую я дал им». Вот удивительные, с точки зрения многих, оценки произошедшего, но единственные, которые мы находим у библейских пророков. Если мы хотим всерьез их воспринимать как людей, которые говорили от имени Бога, придется подражать этим оценкам, переносить их на свои собственные ситуации, в разные другие времена, эпохи, страны, народы. Продолжение следует...